Здравствуйте! Вы смотрите программу «Ваш юрист». И сегодня мы тоже будем говорить о коронавирусной инфекции. Но немножко с другой стороны, с точки зрения закона. Как коронавирус повлиял на трудовые права граждан. И у нас в гостях юрист, адвокат Игорь Михайлович Поляков. Игорь Михайлович, здравствуйте! Добрый день! Игорь Михайлович, мы знаем, что согласно указу президента, сейчас должны быть закрыты очень многие предприятия. Тем не менее, они продолжают работать. И мало того, что они продолжают работать, понятно, они не хотят, чтобы у них были убытки, они заставляют, вынуждают людей выходить на работу. А тех, кто не соглашается, увольняют. Насколько это законно в данных обстоятельствах? Не совсем законно. Если раньше, мы должны понимать, выход на работу члена трудового коллектива был обязанностью его и по трудовому кодексу, и по трудовому договору, контракту, то на сегодняшний день, как ни парадоксально, действует специальное законодательство, которое поглощает в себе и трудовой кодекс, как бы накрывает его. Поэтому не выход на работу уже становится обязанностью, но уже не столько члену трудового коллектива, работника, сколько в первую очередь как гражданина. Потому что на сегодняшний день верховенство над трудовым кодексом, над законами, которые относятся к области трудового законодательства, так и отраслевое законодательство, верховенство идет вот этого специального законодательства, спецрежимного. Это законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. У работника заключен с компанией трудовой договор или иной документ, где прописаны его обязанности. И получается, что в данный момент этот трудовой договор не работает? Он как бы приостанавливает свою работу в части выполнения работникам трудовых обязанностей. Потому что внутри предприятия в любом случае действует режим внутреннего распорядка, который включает в себя и рабочий график. Явиться во столько-то на работу в обеденное время, уйти во столько-то. Разумеется, этот режим сейчас как бы приостанавливает свои действия. Потому что с учетом того, что на сегодняшний день введен режим самоизоляции людей, сама попытка явиться на работу может быть пресечена работниками полиции. Игорь Михайлович, еще раз. Может ли в условиях пандемии указа президента, руководитель предприятия обязать все же работника быть на рабочем месте? Давайте скажем так. Он это может сделать и будет требовать, если в указе президента нет исключения, и эта организация подпадает под перечень организаций, которые продолжают функционировать. Тогда, конечно же, на работника также возлагаются, как и прежде, обязанности. Потому что мы должны исходить из того, что на сегодняшний день указ президента, он говорит, а объявляет нерабочие дни. То есть это не выходные дни, это не праздничные дни. Поэтому, если организация работает в штатном режиме, то, разумеется, права и обязанности, они также распространяются и на работодателя, и на работника. Какие нормативные документы должны знать граждане для защиты своих трудовых прав? На сегодняшний день, каждый день в ежедневном режиме идет принятие нормативных документов и ведомственных, отраслевых, и на уровне регионов, и федеральных. Более того, они изменяются и дополняются. Поэтому люди не могут это все освоить, обработать и кодифицировать. Даже юристы на сегодняшний день в режиме онлайн пытаются вырвать что-то для себя, проанализировать, поделиться информацией, много спорных моментов. Для себя нужно определить, с учетом специфики нашей сегодняшней темы и передачи, нужно определить и ориентироваться на два указа президента, от марта и от апреля, в которых как раз делается ссылка, на какие предприятия не распространяется режим нерабочих дней. То есть это непрерывно действующие организации, к которым можно отнести, это поставщики услуг. Ну и где-то список, да? По поличным договорам. Да, разумеется, это водоснабжение, теплоснабжение, энергетики и так далее. Все это есть. Дальше в этом указе есть медицинские аптечные организации, но они, собственно, и сейчас работают. Далее там есть организации, которые обеспечивают население продуктами питания. Это продуктовые магазины, зоомагазины. При этом, конечно же, если там ювелирка, какие-то еще мебельные салоны, они, конечно же, это не предметы первой необходимости. Они должны, эти организации, закрыться. Организации, которые осуществляют неотложную работу в условиях чрезвычайных обстоятельств, это и пожарники, и МЧС, это сюда же относятся службы скорой медицинской помощи. Сам указ, мы должны изначально понимать, если кто его читал, он был как бы наброском. Это был стартовый документ. И на сегодняшний день тысячи вопросов, а наше предприятие относится к предприятиям, которое не должно работать или должно продолжать работать. И вот на сегодняшний день уже пошли конфликтные ситуации, когда работник говорит, я не выйду, я не желаю выходить, не хочу, чтобы я заболел, подцепил этот вирус, коронавирус, на улице где-то. В данной ситуации как раз нужно исходить все-таки из того, что понимать нужно, относится ли это предприятие к постоянно действующему, к этому непрерывному циклу. Плюс ко всему вы должны понимать, что на сегодняшний день и уже региональное законодательство также расширяет этот перечень организаций. Есть и постановление губернатора у нас, где указано, какие предприятия, предположим, приостанавливают функционирование свое, ну от обратного здесь. Соответственно, что не указано, то продолжают функционировать. Здесь сфера досуга, развлечений, бани. Уже пошли протоколы, составляют об административных правонарушениях, если этот же ресторан не перестает работать. Сейчас как, у нас же предприниматели стараются хитрить, тут же найти лазейку в законе, но здесь власти это жестко пресекают. На сегодняшний день также постановление правительства из нашего региона, Приморского края, где вот введен или включен перечень организаций, это как иные организации, помимо тех, которые указаны в указе президента, которые также продолжают функционировать. И этот перечень продолжает насыщаться по сей день, и завтра это будет, и послезавтра. То есть это открыто все, информация постоянно поступает, и нужно какие-то для себя моменты отфиксировать, в целом их соблюдать, но ориентироваться все-таки и на понимание работодателя, ну и на свои какие-то, какую-то ответственность и сознательность. Хорошо. То есть должен быть концепт. Но если все же строго предприятие не входит в этот список, однозначно не входит, может ли не выход на работу сотрудника считаться прогулом, и может ли он за это быть уволен по закону? Если работодатель считает, что в данном ситуации вот невыход работников на работу при остановлении производственного вот этого цикла повлечет убытки, и он, соотнося это все, требует от работника выходить на работу, это, разумеется, незаконно. Если работник отказывается это делать, то уволить его можно, но при обращении в суд он будет восстановлен, будет компенсированы ему все расходы, оплачен вот этот вынужденный прогул, включая расходы там на адвоката по перечню процессуальному. Разумеется, такие случаи пошли. На сегодняшний день работодатели некоторые ушлые, они это вуалируют по-другому, они заставляют работников, вот мне вчера буквально вечером сообщили, одна управляющая компания за ресторанным бизнесом, она заставила работников написать заявление о уходе в неоплачиваемый отпуск. Разумеется, это тоже незаконно. И у людей есть возможность обжаловать это и оспорить, даже если их вынудили это заявление написать. Они должны отказаться в таких ситуациях? В данном случае они могут это оспорить, и есть в режиме онлайн-сервис, там государственный инспектор по труду, у нас есть в Крае тоже вот эта инспекция по труду, туда можно написать вот эту жалобу, будет проведена проверка, и работодатель такой хитрый будет привлечен к ответственности административной. Но проверка когда там еще будет? Это не важно, мы же говорим о восстановлении рано или поздно прав работников. Или люди сейчас уже ушли, они могут сидеть месяц, и они не получат зарплату, или они ее получат спустя какое-то время. А может ли в данных обстоятельствах руководитель просто издать приказ о прекращении какой-то деятельности, и вот на основании его отправить работников как бы законно уже в отпуск? Если эта организация не входит в перечень непрерывно функционирующих по указу президента, по постановлению правительства нашего Приморского, то, конечно, он это обязан сделать. И в любом случае, я считаю, любой руководитель на предприятии должен подготовить какой-то минимальный хотя бы пакет документов как ответная реакция на вот эту вот пандемию. Пусть они будут дублировать нормативные документы, но это будут внутренние документы, они важны. Почему? Ну, во-первых, для контрольно-надзорных органов. Мы не знаем, будет ли проверка по предприятию, начнется ли такая проверка. Работодатель всегда может сказать, вот, перечень документов, мы готовы. Это, может быть, документы важны для контрагентов, потому что на сегодняшний день любой бизнес, любое предприятие, оно же функционирует в режиме вот этих договорных сетей, идет неисполнение договорных обязательств, возможно. Нужно как-то себя оправдать. Ну, понятно, это можно сделать ссылкой на законы, на указы, но параллельно можно сказать, вот, под предприятию приказ, да, согласно которого мы были, распустили штат работников, не могли исполнять в срок или в том объеме, не могли исполнять вот наши договорные обязанности. Отдельно, конечно, нужно отфиксировать работу с определенным контингентом физических лиц. Предположим, работа несовершеннолетних. Ну, зачем рисковать там подростками? Они могут работать, да, после 16-17 лет, условно говоря. Да, ну, их, конечно же, надо отпустить женщин. Даже сейчас Следственный комитет края приказал, руководитель комитета, то есть женщин, освободить от исполнения трудовых обязанностей. Они возложены сейчас на мужчин. Да, это могут быть не только женщин в Следственном комитете, а вообще женщин. Это инвалиды. Понятно, есть категории граждан, которые, или пожилые люди, которые могут в большей степени быть подвержены вот этой коронавирусной инфекции. Конечно, нужно их как бы освободить от этих временно, от трудовых обязанностей. Далее, это может быть предложить работникам перейти на удаленную систему. Она сейчас набирает обороты, становится популярной. Ну, зачем бухгалтера, или кадровика, или юриста, если у него там 2-3 договора в день держать на рабочем месте? Ну, все же на телефоне, у всех интернет. Можно в режиме онлайн выполнять свои трудовые функции. Но мы сейчас говорим об оплачиваемом освобождении от работы? Если удаленный режим, то работа продолжается. Если говорим об отпуске, то она оплачиваемая в любом случае. То есть в неоплачиваемый отпуск, используя данную ситуацию, работодатель не имеет права отправлять? Конечно, не имеет. Безусловно. Более того, я прошу обратить внимание, что это как бы не рабочие дни. Но это не означает, что эти дни не оплачиваемые. С точки зрения трудовых каких-то компенсаций, здесь гарантии трудовые на работника распространяются в полном объеме. А какая ответственность лежит на работодателе за невыполнение всех этих указов? Там на сегодняшний день, с учетом того, что возможно несоблюдение, сознательное игнорирование требований и обязанностей санитарно-эпидемиологического законодательства со стороны работодателей, бойкотирование, то есть введен целый пласт даже каких-то норм в административный кодекс, в уголовный кодекс, которые в конечном итоге могут ударить по вот такому недисциплинированному собственнику предприятия или директору, должностным лицам. Они есть. Это возможно статья по административному кодексу неисполнение предписаний органовластий. Это может быть, в крайнем случае, это даже может быть и статья уголовного кодекса. Наиболее серьезная ответственность может быть у работодателя с точки зрения наступления статьи 236, это преступление, нарушение санитарно-эпидемиологических норм, которые повлекли отравление людей или гибель людей. В условиях пандемии все возможно. Ну, то есть, например, кафе проигнорировало... То есть, не закрыл кафе, да, оказался человек коронавирусной инфекцией, инфицированной, и заразил всех членов трудового коллектива, не дай бог, конечно, со смертельным исходом. Я вас уверяю, это доказать можно. Да, конечно, здесь методики какие-то криминалистические в расследовании, подход, он же общий. Здесь статья, нельзя сказать, что она настолько новаторская, что прямо нет специалистов, которые раскроют это преступление или выявят. Игорь Михайлович, и еще такой популярный вопрос, волнующий людей. Могут ли снижать в этот период зарплату? Зарплату в этот период снижать не могут. Почему? И акцент сделан на то, что это не рабочие дни. Но сейчас уже и в интернете поднимается волна альтернативного мнения, что надо расценить по Трудовому кодексу, это как простой, вынужденное приостановление производственного цикла. Соответственно, оплата идет в чуть заниженном пределе, там две трети от оклада или тарифной сетки. Но это неправильная трактовка, я считаю. Акцент сделан был на сегодняшний день этим законодательством на то, что раз это не рабочие дни, то все-таки бремя возлагается на работодателя, бремя оплаты работников, вот этого вот, не выхода на работу в полном объеме. Я, конечно, за трудовые права работников, сама как работник. С другой стороны, столько малого бизнеса, который находится еще в аренде у них площади, и как в данных обстоятельствах ему выживать, это, честно говоря, еще если над ними такой домоклажный меч висит, всем платить, за все платить. Я понимаю вас, но мы должны все-таки исходить из того, что здесь вот чаша весов, да, здесь деньги, экономия, здесь гробы. Вот прям так жестко. Да, ну я с точки зрения вот, как человека, который работает в уголовной сфере, я вижу и боль, и горе. Ну законодатели, на сегодняшний день наши органы власти, они же, вы посмотрите, они забивают, выбиваются из сил, в штатном, в нештатном режиме идет постоянные корректировки, сборы информации. Это же не просто так, то есть мир уже столкнулся с этой эпидемией. То есть она же приравнена, эта коронавирусная инфекция, не просто как что-то масштабное там заболевание вирусное, которое опасно. Это же оно приравнено к пандемии, которая включена в перечень немногих заболеваний за всю историю человечества. То есть это чума, оспа, холера, там малярия, проказа, СПИД и коронавирусная инфекция. Их всего-то вот по пальцам рук. И не дай бог, если это все, такой взрыв произойдет, волна, и люди начнут миреть. Это же хуже будет, как в блокадном Ленинграде, трупы будет некому разносить. Поэтому, конечно, нужно прерывать работу и подождать. Здесь вопрос же не до денег. У нас нет, как вот в компьютере, там, геймо, о, умер, там, подбили, ладно, переиграю игру. Здесь, если начнется такая вспышка мощная, и начнут гибнуть люди, кто будет отвечать? Конечно, будет отвечать тот, кто просто не соблюдал элементарные, вот я говорю про работодателей, элементарное требование закрыть предприятие, повесить вывеску и забыть про свой доход. Временно. Это же не вопрос жизни и смерти бизнес. В конечном итоге. Я понимаю, что это расходная часть. Ну да, он может после этого даже потом не восстановиться. Да, конечно, ты останешься жив и радуйся. Вот это главное, я думаю. А если так случилось, что отпуск, который шел по графику у человека, совпал с периодом самоизоляции, он может быть перенесен и должен ли быть перенесен? Не должен быть перенесен. Этот вопрос решается согласованно с работодателем. Если он позволит перенести, значит перенос. Если и не позволит перенести, значит все по указу не выходные дни, а у вас это отпуск. А если ты приходишь на работу в условиях самоизоляции, то может ли и должно ли это время оплачиваться в двойном размере, как выходные дни, например? Да, стал подниматься такой вопрос. Нет, абсолютно. То есть это просто не рабочие дни. Они не приравниваются к выходным и к праздничным дням. Поэтому оплата обычная. А если возникла такая ситуация, что человек не может вернуться из-за границы по причине того, что прервано сообщение, авиасообщение, может ли работодатель, если предприятие входит в перечень тех, которые должны сейчас и работают, может ли руководитель уволить такого сотрудника за прогул? Нет, конечно же, такое увольнение будет незаконным. Мы должны понимать, что неважно, нарушил ли вот этот человек режим вот этой самоизоляции, не проявил осторожность, не сдал билеты, вот он купил их и вот он поедет отдыхать. И уехал отдыхать. Несмотря на то, что уже все в разгаре этой пандемии, берем конец марта и сейчас не может вернуться. И в таких ситуациях его уволить нельзя, потому что человек же не Аладдин сел на ковер самолета. Ему же слугу оказывают перевозчика. А почему люди не могут выехать? Потому что прервано вот это авиа, ЖД, сообщение. Внезапно, по сути. Да, это обстоятельство форс-мажора непреодолимой силы как для участников договорных отношений перевозчиками, так и взаимоотношения перевозчик и гражданин. Соответственно, в таких ситуациях люди вынуждены, конечно же, терпеть неудобства, но когда они приедут вернуться в страну, они имеют право выходить смело на работу. Несмотря на такую, со всех сторон, в общем-то, законодательную нашу защищенность трудовых прав, людей увольняют массово. То есть, почему это происходит? Я согласен, такие факты имеют место быть, но на самом деле, вот пандемия показала, сколько людей у нас незаконно были трудоустроены, и вот они сейчас самые незащищенные. Ну, это и их отчасти ответственность. Это какие-то неоформленные косметологические салоны. Вот недавно мне сказали пример из одного мощного спортивного клуба, самого известного у нас в городе. Да, со СПА-салона уволился сотрудник, еще увел клиентскую базу. Вот арендовала помещение, накупила вот этого инвентаря, оборудование всяких приборов, а сейчас клиент не идет. И вот она разоряется, какие-то кредиты там набрала, займы у частных лиц. Конечно, ей никто ничего не компенсировать не может, не предложить другого. То же самое люди, которые были посредниками, перекупщиками в каких-то, даже от продуктов питания, там, крабы и прочее. То есть, это социально незащищенное, да, потому что они и зарплату не платят, у них неофициально был доход. Малый бизнес, да? Ну, бизнес самого, малый бизнес все-таки подразумевает оформление законодательное, в том числе постановка на учет налогового органа, какие-то отчисления, вот, определение доходов. А здесь люди работали на себя, на свой карман. Разумеется, они сейчас оказались вот у разбитого корыта, и никто им это компенсировать не может. И на сегодняшний день и не будет компенсировать. На сегодняшний день такие люди пытаются найти работу, трудоустроиться, но в условиях того, что работодателю бы удержать свой трудовой коллектив, не распустить, дополнительных работников брать никто не будет, в них нет нужды. Игорь Михайлович, спасибо за полезную информацию. Мы с вами прощаемся. Друзья, оставайтесь, пожалуйста, дома, берегите себя, берегите своих близких. Это все когда-нибудь закончится. А наша следующая передача будет посвящена уже ответственности самих граждан за нарушение режима карантина или самоизоляции. Какая может быть здесь ответственность? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова